Сорю, небесный, утешителю души истины, И житель, с детцы, и вся исполняй, Сотровище, плавивый, жизни, полнателю, И житель, с детцы, и вся исполняй, И спаси блажен души истины. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Дорога к храму» и с вами ее ведущий, священник Михаил Попов. Традиционно в начале нашей передачи мы переходим к рубрике новостей видновского благочиния. Весело и необычно один из праздничных новогодних дней провели участники традиционного семейного Урала под названием «Батя». Более 50 машин, экипажи которых в некоторых случаях насчитывали около 20 человек, отправились в незабываемое путешествие. Подробности этого зимнего автопробега в нашем первом репортаже. Три, два, один, старт! Итак, одна за другой машины подъезжали к реперной точке всего ралли, которая находилась у дворца спорта в городе Видное. Их путь начался ранним утром. 53 машины стартовали с поклонной горы, что в сердце нашей столицы. Многие участники такой вид досуга в новогодние дни выбирают не впервые. Семейное ралли для некоторых уже стало традицией. Не первый раз уже принимаем участие. Понравилось. А какие результаты были до этого? До этого у нашей мамы было первое место с маршрутом, ну, с штурманом. Вот у него брат, они дальше едут. Вот в прошлый раз у них было первое место. Надеемся, в этот раз их обойдем. Ну да. Будучи созданным пять лет назад, в этом году, кстати, мероприятие отмечает небольшой юбилей. Семейное ралли «Батя», подобно многотонному автомобилю, крепко и уверенно стоит на земле. Его любят и ждут ценители активного и даже в некоторой степени экстремального отдыха. Но вместе с тем к постоянным участникам ежегодно присоединяются и новички. Интересно. Увидели рекламу, подумали, что интересно, решили покататься. А чего, каких ощущений, впечатлений ждете? Я просто ориентироваться по городу хотела. Сплочение семьи, чтобы мы не переругались, а доехали до финиша в мире и спокойствии. Этот заезд далеко не на скорость. Даже напротив, некоторые отрезки участники не могли проезжать быстрее или медленнее. За одно и второе снизились бы баллы. Семейное ралли «Батя» рассчитано на мозговой штурм всей команды, навыки водителя и сообразительность штурмана. А поскольку количество номинаций в соревнованиях достаточно разнообразное, некоторые участники к победе в них подходили очень оригинально. Семья Скиба, например, приехала на ретро-автомобили. Это «Мерседес С-класс 280» 116 кузов 1980 года. Машины эти бы поставлялись на Олимпиаду 80. И служила такая машина в ГАИ города Москвы на олимпийских сопровождениях. Весь световой день они провели в дороге, разгадывая замысловатые ребусы и желая взять заветный кубок победителя. И вот финал. Профессиональная судейская команда. Многие в ней обладатели чемпионских титулов. Подсчитывают баллы и выявляют призеров в остальных номинациях. Одна из которых – лучший женский экипаж, где главные лица – мама и дочка. Она очень активно помогала. В следующем году, я думаю, это будет абсолютно полноценный штурман, потому что она все поняла и понимает. И она очень помогала, потому что мы благодаря Ане не по пять раз проехали одно и то же место, а всего однажды три раза. А вот в абсолютном зачете лучшими, первыми стала команда, в машине которой было сразу две семьи. По словам участников, нахождение всех в одном заплутом пространстве сплотило и настроило на победу. Мы вообще участвовали первый раз в этом ралли. Нам все понравилось, все было замечательно. Медали и кубки розданы. Положительное настроение витает в воздухе. И теперь у организаторов есть год, чтобы шестое ралли сделать еще интереснее. Я надеюсь, что мы будем делать его все интереснее, потому что мы делаем тоже определенные выводы. И, в общем-то, будем совершенствоваться. Я надеюсь, что будет продолжаться все дальше и дальше. Никто в этот вечер не остался без приза. Организаторы стараются, чтобы каждый участник почувствовал себя победителем. Юлия Погосян, Данил Свидерский, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ. Рождество Христово – один из самых значимых и почитаемых праздников в Православной Церкви. Во всех храмах Видновского благочиния в этот день проходили праздничные богослужения. Наша съемочная группа побывала в Георгиевском храме. Таинственно и торжественно возвышался над городом Георгиевский храм в ночь на 7 января. Крепкий мороз только усиливал радость предстоящего праздника. Христос родился, пришел в мир. Мы его идем встречать. Самый большой и главный праздник в моей жизни – Рождество Христово. Родился Иисус Христос. Это очень святой праздник, праздник любви и добра. Рождество Христово – один из самых почитаемых православных праздников. Впервые миряне стали отмечать его в IV веке. До этого событие появления на свет Христа упоминалось в День Богоявления. Однако Рождество значительно превзошло по значению этот христианский праздник и стало вторым после Пасхи. У святых отцов, которые говорили различные праздничные поучения на этот день, мы можем встретить такое интересное символическое сравнение. Рождество – это день, когда небо спускается на землю. Сегодня жизнь пришла в мир. На протяжении многих столетий традиция празднования Рождества Христова в России остается неизменной. Храмы убираются еловыми ветвями, а белые одежды священнослужителей подчеркивают торжественность, величие и значимость этого светлого и радостного праздника. Божественную литургию в честь Рождества Христова в Георгиевском храме города Видное возглавил благочинный церквей Видновского округа протеерей Михаил Егоров. Людмила Низведева, Владимир Брюшенов, Анастасия Михонова, Видное ТВ. Праздник Крещения в своем календарном цикле совпадает с большими морозами. Но этот факт не остановил православных христиан, которые пришли в ночь на 19 января к местам купания. Мы посетили Ильинский пруд в деревне Пуговичино, где более сотни людей окунулись в прорубь. Крещение Господня или Богоявление – один из самых древних и значимых христианских праздников, который православные отмечают 19 января. Именно в этот день по преданию Иоанн крестил Иисуса в водах Иордана, после чего на Спасителя сошел Святой Дух и явил миру Божьего Сына. Традиция в этот праздник окунаться в воду продолжается и по сей день. Правда, как говорят священнослужители, пошла она от языческих суеверий. Есть само содержание праздника, а есть народные фольклорные обычаи, которые вокруг него скатываются. Купание в проруби относится ко второму. Делать это не грех, но превращать праздник только лишь в это совершенно неправильно. Вот это, к сожалению, происходит. Но церковь не может это запретить, она это принимает. Вот как видите, священники ходят на эти места, где готовится место для купаний, освящают их. В этом году таких освященных мест в Ленинском районе было 11. Купания начались еще накануне праздника в полночь. И как бы церковь не относилась к традиции окунаться в прорубь, люди не перестают верить, что омовение поможет очиститься. Чувствуешь себя человеком на весь год, заряжаешься полностью, болезни все уходят, ничего. Чувствуешь себя молодым, как заново родился младенцем. Паси, сохрани нас, всех гостей. Я христианин, поэтому для меня это культурное оздоровление немножко для себя. Советуете? Всем. Несмотря на то, что в этом году крещенские морозы не такие уж и суровые, но температура ощущается, как все минус 20. Однако на Ленинском пруду людей много, и они все подходят. Мы тоже решили приобщиться к святому обряду и хотя бы умыться. Очень хорошо, всем советую. О, хорошо, но холодно. Отлично. Какие впечатления? Очень хорошие. Очень холодно, потом жарче становится. Поделитесь, холодно? Матом ругаться не хочется. Холодно так? Нет. Ну а какие ощущения испытываете? Сейчас ногам очень холодно. Сейчас согреть быстро. Окунались даже дети. Пятилетняя Варвара пришла с бабушкой и дедушкой. Это был ее первый опыт, но девочка справилась. Силе духа малышки могут позавидовать даже взрослые. Хорошо. Хорошо искупалась, да? Тебе понравилось? Понравилось? Угу. Понравилось. Только немножко вот занялась. Будешь в следующем году еще раз? Будем. Ага. Чтобы процесс окунания проходил спокойно, за порядком следили сотрудники полиции и МЧС. Дабы не создавать толкучку, к проруби пускали по пять человек. За время праздника ни на одном из организованных мест купания не произошло каких-либо ЧП. Проходит все нормально, все замечательно. Люди купаются, отдыхают. Те же, кто окунуться по каким-либо причинам не смог, но к Иордании все-таки пришел, просто умывались. Но где бы в крещении вы не коснулись воды, на праздничной службе говорится, освещается всяких вод естество. А это значит, что спаситель в этот день, прикасаясь к воде, освещает всю природу. Поэтому, если вы так и не смогли добраться до проруби, не жалейте. Вода из крана в эту ночь тоже наполняется Божьей благодатью. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видно-ТВ. Городское поселение. Горки Ленинские. Быстро развиваются. Там уже живет более 4 тысяч человек. Раньше, ввиду отсутствия своего храма, православные верующие ходили в церковь соседнего села, где по большим праздникам всем просто не хватало места. Поэтому было принято решение возведения своего храма. Строительные работы затянулись на несколько лет, но сейчас здание храма уже обрело свой неповторимый облик. Одним из завершающих этапов стала установка куполов. Внимание на экран. Морозный день 21 января 2017-го многие жители запомнят на всю жизнь. Сегодня открывается новая страница в истории горок ленинских, уже православных. Купола нового храма первосвятителей московских вот-вот вознесутся в небо. Но прежде должны прозвучать слова праздничного молебна в честь их воздвижения. Господи Вседержителю Божий, Отец Наших, смиренно Твоему безмерному человеколюбию припадающим молимся. В православной традиции существует несколько видов куполов. Один из самых распространенных – луковица. Есть также сферический тип, пришедший из Византии. Храм в горках будут венчать шлемовидные, сделанные из меди и покрытые сусальным золотом. Такое знаковое событие, потому что в горках ленинских других храмов нет. И, собственно говоря, люди лишены были возможности вот так вот просто прийти в храм. Православная община горок ленинских ждала сегодняшнего дня долгих пять лет – с самого момента закладки церкви. Деньги на храм собирали всем миром. Намечен он был очень давно. Ну, просто собирались силами все. Молодежи поселок побольше стал. У нас же маленький был поселок. И поэтому вот общими силами. И вот до долгожданного события всего ничего. Даже утренний мороз нипочем. Как и в старину, согревались песнями и плясками. Ох, здесь лицо белое, где лицо, коварищи, что любят, только мне не верится. Все, кто волею судьбы оказался в этот миг у храма первосвятителей московских, замирают. Свершилось. Теперь уже можно смело сказать, что храм златоглавый. Однако впереди еще много работы. Внутренняя отделка, она не меньше, чем возведение стен и все строительные этапы, которые были до этого. Верхний храм нуждается в больших работах. И, значит, отделка, и, значит, украшение храма. Это очень немалая работа. За стенами храма тоже еще очень много работы. В планах благоустройство прихрамовой территории. Вот там будет воскресная школа, здесь детская площадка. Ну и еще планируется разбить парк. Илья Кремнев, Владимир Андреянов, Видное ТВ. Дорогие друзья, в рубрике нашей передачи из первых хуст у нас сегодня гость. Настоятель храма первосвятителей московских, поселка Горки-Ленинский, священник, отец Александр Струа. Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте, отец Михаил. Отец Александр, тема сегодняшней нашей передачи будет посвящена такому явлению в жизни Церкви как старчество. Не могли бы Вы более подробно открыть это понятие и рассказать об этом? Ну, открыть это понятие, к сожалению, не получится, потому что Бога только ведомо, да, своих старцев, своих святых. Но хочу сказать общепринятые правила. Старцы – это духовно умудренные священнослужители, как правило, монашествующие. Ну, Церковь знает таких святых старцев, как Иоанн Кронштадтский, Святая Блаженная Ксения Петербургская, Святая Блаженная Матриона, Священник Алексей Мечов. Старцы, как бы, самое главное у них – это преемственность. Если мы с вами помним оптинских старцев. Один старец зажигал другого. Он учил его полностью. Когда тот еще был келейником, его учеником, он привыкал и учился, и впоследствии сам становился старцем. Знамя такого известного святого, как преподобный Сергий Раднишский. Это тоже старец XIV века. Он, как свечки, зажиг множество святых преподобных в центральной части Руси. Множество монастырей основаны его учениками. Ну, как если пример в лицах, да, можно вспомнить ученика преподобного Сергия Дионисия, который впоследствии зажег другую свечу преподобного Пафнутия Боровского. У Пафнутия Боровского был ученик Иосиф Санин, который впоследствии стал преподобным Иосифом Володским. То есть, это такая преемственность. Да, это самое главное. То есть, не может появиться сам по себе человек и сказать, я старец. Сам по себе родится. Такое духовное родство идет. Да. Передающийся. Отец Александр, я знаю, что вы закончили Трое-Сергиево-Лаврово в городе Сергий Посадин. Совсем недавно почил известный, почитаемый в народе, старец, архимандрит Кирилл Павлов, который был духовником Трое-Сергиево-Лаврово. Был ли у вас в жизни опыт общения с ним? Или в вашей жизни встречались другие духовные люди, которые в народе почитаются как старцы? Хороший вопрос. Я всегда вспоминаю это время с теплом, потому что Трое-Сергиево-Лаврово, это, как сказать, это колыбель. Колыбель, это моя альма-матер. С отцом Кириллом Павловым я встречался один раз, только брал благословение. Но могу рассказать о таком удивительном старце, как схерхимандрит Авель Македонов. Когда-то в юности он окормлялся у известного старца, митрополита, схемметрополита Дмитрия Градусова. Он был архиепископ, архиепископ Ярославский. И в школьные годы у него окормлялся будущий митрополит Никодим Ротов. Впоследствии Никодим Ротов стал учителем и для нашего святейшего патриарха Кирилла, и для нашего управляющего епархией митрополита Ювеналия. Видите, какая преемственность дальше продолжается. И отец Авель всегда с теплом вспоминал те годы, и как священник многое дал для меня. То есть он именно учил, как нужно именно священнику себя вести, как служить. То есть его службы были проникнуты любовью, любовью к людям, были проникнуты молитвой. Также в студенческие годы Господь сподобил встречаться с отцом Иоанном Крестьянкиным, ныне покойным. Он упоминается в прекрасной книге отца Тихона Шевкунова на то время «Не святые святые». Бестселлер, который недавно... Да, да, да. И вот самое интересное, что отец Иоанн, вот как он наставил, как он сказал, так все и произошло. То есть в моей жизни, когда я нашел матушку, когда я стал священником. Я мог стать и раньше священником, потому что я нес церковное послушание достаточно рано. Девять лет я был и под якором тоже известного схимитрополита Петерима. У этого митрополита Петерима был учитель, святой, сейчас ныне канонизирован, Серафим, преподобный Серафим Карагандинский. Преподобный Серафим Карагандинский был учеником оптинского старца Лева и так далее. То есть Лев был тоже учеником. И вот эта преемственность, как бы, она очень важна. Потому что один духовно умудренный человек, священник, учит другого. И впоследствии вот эта традиция передается из поколения в поколение. Это очень важно для нашей церкви, когда преемственность сохраняется. Отец Александр, а как быть простым людям? Стоит ли искать старцев, вращаться к каким-то вопросам? Нужно ли ехать в какие-то далекие епархии, в какие-то монастыри, чтобы решить какие-то вопросы? Вы знаете, я расскажу историю из своей жизни. Я таких историй много знаю. Как-то пришла одна женщина, искала в одном монастыре старца, в другом. Ездила по разным епархиям, разным известным монастырям. Но никто, как сказать, к ней не подходил. То один не тот, то другой не тот. Искала, все объездила. И как-то решила зайти в храм, который строится рядом возле ее дома. А там уже начались службы в этом храме. И самое интересное, она нашла священника именно для себя. Хочу сказать, опять вспомнить про студенческие годы. Со мной учились семинаристы, которые были в прошлом, в мирской жизни были и летчики, были и ученые, были и хирурги практикующие, да, то есть врачи. Вот. Были разных профессий. Впоследствии они стали священниками. И они окормляют людей именно тех профессий. Были бывшие педагоги, которые сейчас и в нашей епархии, в нашем благочении работают с учителями. Есть священники, которые тоже из крестьянства, допустим, да, которые понимают нужды простых людей, которые могут общаться на понятном для них языке. И для ученых есть свои священники. Поэтому каждый может найти своего священника в храме, в соседнем храме. Я призываю людей зайти в соседний храм, найти в этом храме для себя дом. Так, чтобы этот храм был для каждого из вас своим домом, чтобы богослужения стали для вас понятны, как и священники для вас стали понятны и близки. Не нужно ехать куда-то в далекие епархии, в далекие монастыри. Потом, впоследствии, как мне рассказывала одна чада, очень сложно ездить в какой-то далекий монастырь, духовно окормляться. Потому что в жизни, мы сами знаем, разные вещи происходят. Кто-то заболел, не дай бог, да? Что-то случилось. И хочется спросить вот в данный момент совета какого-то, благословения священника в помощи жизни нашей, мирской, совершенно обыденной. Где-то там старец или какой-то священник, он не сможет вам помочь. Самое главное – найти своего священника так, чтобы он был действительно близким для вас, родным священником, отцом духовным вам и вашей семье. Отец Александр, благодарю вас, спасибо вам большое за такую увлекательную, познавательную беседу. Дорогие друзья, наша рубрика из первых успела шла к концу. Напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях был настоятель храма-переседитель московских поселка Горки-Ленинские, священник Александр Струа. В Винновском благочине много храмов. Одни имеют давнюю историю, другие возведены совсем недавно. Однако, пока еще не во всех селах и поселках района есть православные храмы, и мечта имеет свою, не покидая от верующих. Так в поселке Дубровске при участии жителей был построен храм Боголюбской иконы Божьей Матери, который стал ростком духовной жизни для соседнего поселка Бица. Прошло время, и в поселке Бица уже воздвигнут новый храм великомученицы Марины, единственный в России, носящий имя этой святой. Храм Боголюбской иконы Божьей Матери построен в 2007 году по инициативе жителей Дубровского, многие из которых являлись прихожанами Троицкого храма в поселке Измайлово. Однако, все хотели иметь свой, и вот в 2004 году мечта осуществилась. Было определено место для строительства. Где сейчас стоит церковь, сначала был установлен поклонный крест, который осветил протеерей Дмитрий Шпанько, настоятель соседнего Троицкого храма. Когда построили храм, начали обустраивать вокруг храма, цветы сажать. Так что у нас тоже не было ничего, ни воды, ну ничего, мы ходили из дома, носили воду. Поливать, поливать, цветы посадили, а поливать нечем. Так что мы очень довольны, что потрудились, на славу Божию. На месте поклонного креста была выстроена дорожная часовня. Затем, по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия, заложен и выстроен Боголюбский храм. Он стоит у самой дороги, встречая и провожая всех проезжающих. И каждый имеет возможность зайти в него, помолиться образам, поставить свечку. Очень уютно, как домашняя обстановка. В настоящее время в этом храме совершаются богослужения, несколько дней в неделю. Это будние дни, если на будние дни выпадают какие-то чтимые церковные праздники. И обязательно утреннее богослужение в субботний, воскресный день. Новый Боголюбский храм в Дубровском небольшой, но очень уютный. В нем есть и свои святыни. Чтимая икона Божьей Матери Боголюбская, икона благоверного князя Андрея Боголюбского с частицей его святых мощей, икона преподобного Амвросия Оптинского. Также в нашем храме есть икона с частичкой гроба святой блаженной Матроны Московской, икона с частицей мощей святителя Луки, епископа Симферопольского и Крымского, и икона с частицей облачения ризы святого преподобного Сергия Игумена Радонежского. В поселке Бица, так же, как и в Дубровском, не было храма. Местные жители лелеяли мечту, что и у них будет своя обитель. Когда было определено место и началось возведение стен, в день святой великомученицы Марины именно ее именем был назван храм. Под открытым небом было совершено первое богослужение. На наших глазах здесь строилась церковь. Нам очень, очень мы довольны, очень рады, что ее здесь построили. Во-первых, нам близко ходить. Мы каждую субботу и воскресенье ходим теперь. То нам куда-то надо было ездить, ребенка. Это моя правнучка. Очень хорошо. А как строили ее, какие молодцы. Сейчас храм великомученицы Марины уже отстроен. В нем тепло и уютно. Заканчиваются работы по его росписи. Этот храм, конечно, был очень необходим, потому что у нас маленький храм, ходит очень большое количество народу, которое не вмещается. И поэтому очень хорошо, что здесь появился такой большой храм, в который теперь все вместе будут с удовольствием его посещать. Храм в Бице носит имя великомученицы Марины Антиохийской, одной из многочисленных жертв гонений на христиан в Римской империи. Она считается раннехристианской святой. Юной девушкой Марина уверовала во Христа. Никакие пытки не заставили ее отречься от веры. Святая очень почитаема в Греции. Интерьер нового храма и выдержан в греческом стиле. Одноярусный иконостас, имитация мраморных колонн, своеобразная роспись. Синий фон росписи, все это имеет задумку, чтобы храм был приблизен к византийскому стилю. Тем не менее, сохраняет традиционные какие-то черты русской иконописи. Храм великомученицы Марины все больше привлекает к себе людей. Достаточно давно уже я в храме и никогда не слышала о том, что есть храм. Хотя Марина тоже великомученица, в Руси всегда любили великомучеников. Есть храмы Татьяны, есть храмы Екатерины. Вот Марины никогда не было. Мы приехали домой, начали искать. Нашли группу в контакте с мужем. Почитали про этот храм. Он очень уютный, очень красивый. И, конечно же, было очень радостно. Мы приехали сюда. Один раз приехали, второй раз приехали. И остались здесь. Теперь мы постоянно прихожане этого храма. В Биццовском храме есть и свои святыни, и чудотворная икона Божьей Матери, утолима и печали. В принципе, является обыкновенной иконой с точки зрения своего возникновения, скажем так. То есть это обычная софринская икона, не писанная, типографская. Но замечательная она тем, что эта икона находилась в приходском доме одного из храмов, который, этот самый приходской дом, сгорел. И там сгорело все. Сгорели награды, набор митр замечательных священника, который там служил, почетный протеерей. Сгорели книги, а вот эта вот икона, она слегка обгорела по краям, но сама осталась невредимой. Специально для храма написаны иконы с ликом апостола Павла и великомученицы Марины. В ней заложены и частицы их мощей. Можно увидеть изображенный храм Боголюбской иконы Божьей Матери поселка Дубровский, который явился ростком, зерном возникновения и здесь некой духовной жизни. Именно потому, что люди, местные жители сначала ходили в Дубровский, все-таки в Боголюбский храм. Потом уже принесли благую весть о Христе сюда. Новый храм в поселке Бица – единственный в России, носящий имя великомученицы Марины. Эту святую именуют еще и Маргаритой – жемчужина. Так она была названа за свою красоту. Марина же, ее собственное имя, означает «морская». 30 июля Православная Церковь вспоминает великомученицу, а в храме проходит божественная литургия в ее честь. Новый храм необычный по своей архитектуре и красоте. Его посещают не только местные жители, но и верующие из других районов Подмосковья. Дорогие телезрители, наша передача подошла к концу. Все вопросы, пожелания вы можете прислать к нам на электронную почту, адрес которой вы сейчас видите на экране. Пусть покров Царицы Небесной будет всегда с вами и благословение Божие пребудет на всех вас. Продолжение следует...